Друзья, всем огромный привет! Я хочу с вами сегодня поговорить про ароматы для новогодней ночи, про ароматы для корпоратива, потому что уже совсем немножечко осталось до нового года, корпоративы уже вовсю идут, возможно у вас он был, либо он вам предстоит. И данная подборка, я хочу вам помочь подготовиться к данному мероприятию, к данному торжеству, празднику, потому что я уже много раз говорила, я очень люблю новый год, ощущение волшебства. И конечно же аромат, который ты хочешь надеть на себя в эту ночь, он должен быть особенным. Вот я вам хочу сегодня показать над которыми, между которыми я думаю, пока сама еще не определилась, какой аромат конкретно надену на этот новый год, но я вам покажу варианты, которые я рассматриваю. Ссылочки конечно же оставляю внизу в инфобоксе, поэтому обязательно заходите, смотрите и конечно же не забывайте про момент с 10% промокод 10FINKEL в интернет-магазине парфюмерия и косметики randewu.ru Также конечно же хочу вам напомнить о промокоде на официальном сайте Richard 25OLLE, он дает вам скидку 25%, действует от любой суммы заказа и распространяется собственно на всю продукцию. Первый аромат, с которого я хочу начать, это тот аромат, в котором я встречала два года подряд свой новый год и для меня это особенный аромат. Он у меня заикорился именно за новогодними праздниками, он у меня заикорился за состоянием, ощущением чего-то такого важного. Это конечно же Killian Black Phantom, я честно признаюсь не ношу данный аромат на каждый день, потому что, как уже повторюсь, он для меня является особенным. Я думаю многие знакомы с этим ароматом, он безумно красивый, он алкогольный, здесь и ром, здесь и темный шоколад, здесь есть ваниль. Он на старте достаточно такой яркий, в базе конечно же он больше уже начинает смягчаться. Мне этот аромат к сожалению не особо долго держится, он не сильно шлифит, точнее знаете он держится-то неплохо, но он не яркий. Но я вам однозначно рекомендую обратить свое внимание, если вы вдруг не пробовали этот парфюм, потому что он культовый. И конечно же мне хотелось бы себе приобрести полноразмерный флакончик, потому что смотришь на флакон Killian и ты понимаешь за что ты собственно заплатил деньги. Killian Black Phantom очень вам рекомендую, очень удобно, что на рандеву можно купить по полтора миллилитра, по 8 миллилитров миниатюры. Поэтому присмотритесь, если вдруг выбираете себе аромат на новый год. Также очень хочу отметить аромат, с которым я познакомилась совсем недавно. И честно, я жалею, что я не познакомилась с ним раньше, потому что это парфюм, о котором я совсем недавно писала в своем телеграм-канале. Это Том Форта, Fucking Fables. У него такое интересное название. Аромат, который я сначала нанесла, честно вообще его не поняла. Потом еще раз его нанесла на себя и вышла с ним на улицу. И как же он красиво начал раскрываться, это потрясающий унисекс, это очень дорогой, в прямом и переносном смысле этого слова, аромат. На старте здесь очень красивая лаванда, такая прохладная. Но на мне практически сразу начинает раскрываться кожа, причем кожа здесь достаточно мягкая. Несмотря на то, что аромат достаточно стойкий, он не орущий, то есть он сидит на вас как дорогой красивый смокинг. Это потрясающий унисекс, в базе здесь больше добавляются сладинки, немножко ванили, бобов тонка, амбры. Очень красивый аромат для меня, это также аромат секси, поэтому если вы выбираете себе аромат, флакон, конечно же, больших денег стоит. Я честно признаюсь, я прям, ну вот страдаю. Я не могу понять, почему все, что мне нравится, стоит так дорого. Я, наверное, закажу себе еще 8 мл, потому что аромат мне очень сильно понравился. И, конечно же, я вам тоже от души его рекомендую. Я знаю, что у данного аромата огромнейшее количество поклонников, как мужчин, так и женщин. Дальше аромат, о котором я вам хочу рассказать. Меня познакомила с ним моя замечательная зрительница Светлана. Руки у меня наконец-таки дошли до этого аромата. Несколько дней я также наслаждаюсь данным ароматом, он очень красивый. Опять же, дорогой, это Initio Wood for Happiness. Я сначала тоже скептически отнеслась к этому аромату, но потом как-то, знаете, вот вошла во вкус. И этот аромат напоминает мне два аромата. И нить его похож для меня на Narcosis Virtus, который мне очень нравится. Но в Narcosis в нем больше все-таки ревня и больше кофейности. И также есть бюджетный аналог. Это Parfum Sax, по-моему, он называется Green. Тоже красивый аромат. Вот если вы ищете такое направление, собственно, про что этот аромат. Здесь есть имбирь, здесь есть бергамот, который заряжает вас энергией. Который поднимает вам настроение, потому что цитрусы, они априори поднимают настроение. Ну и, собственно, имбирь это пряная такая острая нота. И также в этом аромате я очень ярко чувствую ут. И как раз-таки этот ут с первого вдоха меня отталкивал. Но потом в базе настолько красиво, мягко раскрывается этот аромат. Здесь добавляется фония. Он, знаете, более такой спокойный становится. У него замечательные технические характеристики. Но я обязательно вам рекомендую обратить на него свое внимание. Но, опять же, здесь дело вкуса. То есть, если вы знакомы с Narcosis Virtus. Если вы знакомы с Parfum Sax Green. И если они вам нравятся, то вам однозначно понравится и этот. Это он на мужчину, на женщину садится идеально. Поэтому попробуйте, если вдруг не обращали на него внимания. Также, кстати, хочу вам, в принципе, Parfum Sax порекомендовать. Потому что они делают очень неплохие аналоги на другие ароматы. Но я хочу, опять же, сделать акцент на том, что вот все три аромата, которые я вам сейчас перечислила, они немножечко отличаются. То есть, это не одно и то же звучание. Это разные ароматы. Кошечка моя пришла. Жалко, жалко, очень жалко, что вам ее не видно. Но я в следующий раз постараюсь поставить камеру так, чтобы вам было видно. А может быть, она сейчас придет. Вон, ну, в общем, вон там она сидит. Следующий аромат, который очень хочу отметить. Это моя новиночка. Аромат, над которым я также долго достаточно думала. Думала, думала, разнашивала, разнашивала. И поняла, что, конечно же, я хочу. Это Стефаном Верлука, Трисемерки. Сейчас конкретно говорю про аромат Сенден. Один из моих любимейших ароматов данного бренда. Это, конечно же, белая змейка. Сейчас мне очень зашла коричневая змейка. Это аромат, который нужно тестировать. Это аромат, который нужно пробовать. Потому что, конечно же, он не простой. Для меня это аромат про орешки с вареной сгущенкой. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. И также здесь добавляется много достаточно копоти. Немного такой дымности. И кожа очень красивый. Стойкий, вкусный. Гурманский по-съедобному и несъедобный аромат. Даже я хочу вам показать свою новиночку. Потому что я безумно рада, что я все-таки себе купила этот аромат. Я металась между голубой змеей и между коричневой. Голубую змейку я также, кстати, продолжаю разношивать. Потому что мне рекомендовали ее поносить именно в холодное зимнее время года. Но вот сейчас у меня появилась коричневая Сенденс. Очень тоже вам рекомендую ее попробовать. Если любите гурманику, но не простую. Потому что это не тот аромат, который, мне кажется, понравится каждому носу. Здесь действительно достаточно много такой вот копчености. И в базе уже добавляется кожа на мой нос. Также, конечно же, не могу обойтись без Бараонда. Бараонда это моя любовь. Носомата Бараонда. Один из самых любимых моих вообще, в принципе, ароматов от бренда. Это пьяный аромат. Аромат хорошего настроения. Аромат вечеринки. Аромат виски. Аромат амбретты. Немножко молекулярности. Немножко розы. У них идут ароматы в концентрации экстракт. Поэтому они очень стойкие. Но я обожаю, честно, обожаю этот аромат. Этот парфюм также является моим парфюмерным. Я уже много раз вам про него говорила и не перестану говорить. Если хотите что-то более понятное от бренда, назову это так, то попробуйте обязательно Бараонда. Очень интересный, красивый аромат. Но некоторым он пахнет, честно говоря, перегаром. Также хочу отметить фрукты. Не часто ношу этот аромат. Но берегу его даже. Потому что он стоит сейчас тоже достаточно дорого. Да он, в принципе, был не дешевый. Это Ксержов аромат Круздольсур. Многими обожаемый, многими непонимаемый. Аромат, которому нужно давать шанс. И обязательно я считаю, что нужно его пробовать. У него очень такая тропическая, интересная, я бы сказала, даже вкусная пирамида. Потому что вот сейчас я его даже вдохнула. И аромат начал оседать у меня на слизистый. Здесь есть ощущение молочности. Здесь очень интересная нота гуава. Здесь огромнейшее количество тропических фруктов. Я этот аромат очень люблю. Конечно же, мне хотелось бы, наверное, стойкости от данного парфюма побольше. Но также я в нем немножечко слышу такие, как будто бы капли алкогольные. В молоко с тропическими фруктами пару капель дорогого рома или ликера капнули. Вот именно так я слышу этот аромат. Очень тоже рекомендую. Но здесь опять же 50 на 50. Кто-то любит этот аромат, кто-то его не очень понимает. Но мне хотелось бы, конечно же, стойкости побольше. Также, конечно же, хочу сделать на этом акцент, потому что, ну, не буду скрывать, стойкость хромает. Конечно же, Дом Роза. Лили Квит и Медженер. Аромат, который многие обожают для меня. Это, опять же, праздник во флаконе. Он в разные сезоны раскрывается по-разному. Мне, честно признаться, даже больше нравится, как он раскрывается именно летом. Потому что он, ну, такой, знаете, более сложный становится. Но это шампанское, это дерево, это помело, прям шкурка. Прям вот эта вот горечь шкурки помело. Я очень рекомендую его попробовать. В Дом Роза вышел также фланкер. Кто-то больше его хвалит, потому что там технические характеристики получше. Если любите ароматы цитрусовые, древесные, с таким вот пьяненьким, пузырьковым, веселеньким настроением, то обязательно обратите свое внимание на Дом Розу и фланкер. Также есть очень похожий аромат. Забыла. Магус, по-моему, называется этот аромат. Недавно мы с моей зрительницей, Женечкой, также обсуждали этот парфюм. Он очень похож на Дом Розу, но в Магус в нем еще присутствует виноград и именно виноградная косточка. Но тоже классный, но Дом Роза это просто вам лав. Моя мама обожает, я обожаю, поэтому, конечно же, вам тоже рекомендую полноценный унисекс. Для меня в нем нет никакой сладости. То есть это такое игривое настроение, веселье, легкость, позитив. Также, конечно же, хочу отметить Фрагранс Дебуа. Это Сантал Комплит, аромат, который я просто обожаю. Это был мой подарок на день рождения. Я редко вам про него говорю, но это ни в коем случае не значит, что я его перестала как-то любить. У меня изменилось к нему отношение. Кто-то может его услышать как более такой соленый, солоноватый, рассольный аромат. Но его нужно обязательно пробовать, обязательно тестировать, потому что это как раз таки аромат про Сантал. Здесь есть кокос, и он очень красивый. Кокос здесь звучит очень благородный. Аромат комплементарный, аромат дорогой, опять же. Но я также рекомендую его попробовать, потому что мне вот он действительно очень нравится. Я очень долго его хотела и безумно рада, что мне его подарили. И, конечно же, он безумно красивый. Также аромат, в котором я неоднократно встречала свой Новый год, Мирабиле. Был период, когда он как-то пропал вообще с радаров. Но сейчас я видела то, что он потихоньку начал везде появляться. И на рандеву он, кстати, также есть. Для меня это очень опьяняющий. Аромат для меня Белеса, аромат для меня Б52 подожженного. Он такой яркий, он такой стойкий. Мускус, я в этом аромате никакого не слышу. Здесь много сладостей. Здесь и карамель, и все такое немножко даже липкое. Но он настолько красиво звучит именно зимой. Он вообще не душит и зимние дни. И, конечно же, он создает ощущение праздника за счет своей пьяности. Плюс вот это вот обилие всего самого сладкого, вкусного. В нем также я ощущаю немного такую перчинку. Много данного аромата я не наношу. То есть максимум где-то, наверное, пшика два. Но обязательно рекомендую вам попробовать. Некоторые, кстати, ругают упаковку за то, что она такая мягенькая. Но мне, честно говоря, вот я трогаю этот флакончик. И мне очень приятно. Потому что он бархатный. Еще раз скажу, квинтеканта Миробилия. Обязательно обратите на него свое внимание. Также, конечно же, хочу отметить аромат, с которым у меня такая интересная очень история произошла. Диана прислала мне посылку. Слепые за тесты. И как только я открыла пакетик, где лежали эти отливанты, я просто сразу начала ей писать. Диана, что это за аромат? Скажи мне, срочно нужно его заказать. Он настолько красивый. Это был синоним Бьянка. Я очень хорошо знакома с ароматом. Я много уже его сносила, честно, даже задублила его, потому что очень мне нравится. Я очень обрадовалась, когда узнала, что это за аромат. Потому что звучало он очень дорого. Но здесь еще момент того, что аромат находился в пакете. Этого аромата я рекомендую наносить достаточно большое количество. Это персики, это османтус. Здесь очень много алкогольности. Здесь много белых цветов. Причем для меня этот аромат очень женственный, богатый, красивый. Я уже много раз говорила. Не перестану про него говорить, потому что именно на холодное зимнее время года я очень рекомендую попробовать Бьянку. Потому что она звучит иначе, нежели летом. Но ее нужно носить побольше. Я вот это вот поняла после того, как послушала ее в такой сильной концентрации. Ну, потому что пак, он совершенно не настолько, сколько он стоит. Обязательно обратите свое внимание. Аромат действительно достойный. Пьяные такие алкогольные персики. Комнатной температуры с кремовыми белыми цветами. И даже вот при слепом вот этом вот затесте я здесь услышала кремовую мягкую, такой вот туберозу. В общем, обязательно попробуйте. Я его рекомендую. Стойкость у него тоже хорошая. Также аромат, который подойдет тем, кто не любит плотные такие тяжелые сладкие ароматы. Это, конечно же, Франк Бакленер Вана. Познакомилась с данным ароматом слепую. Советовали мне его и просто пропало. Это аромат унисекс. Это аромат новогодней елки с мандаринами, с апельсинами под этой елкой. Здесь есть и кедр. Здесь есть немножко ощущение еловости. Табачность, возможно, кто-то может услышать в этом аромате. Но я, честно признаться, ее не слышу. И также я здесь слышу немного недозрелый, очень натуралистичный манго. Аромат безумно красивый. На мне, к сожалению, не очень хорошо держится. Поэтому я регулярно его обновляю, но я очень вам рекомендую, если вы любите цитрусы, если вы любите натуралистичный именно манго, не химозный, не переслащенный, обязательно обратите свое внимание на Франк Бакленер Вана. Очень красивый, достойный аромат. И также хочу отметить такой момент, что Франк Бакленер, я не так давно начала ознакомиться с их ароматами. И, честно, прям вот в самое сердце очень хвалю бренд, потому что у меня есть три аромата. И с одним я знакома, который на лиру похож. Очень хорошее, красивое звучание. Вот который на лиру похож, он, по-моему, называется ванила. Более бюджетный. Такие вот присмотритесь к ним, у них действительно и цена хорошая, и объем хороший, и звучание красивое, дорогое. Поэтому я вам рекомендую. Также аромат, который не так давно у меня появился, несколько раз вам его уже показывала. Очень красивый, женственный, сладкий, яркий аромат. Это, конечно же, Труссарди, их бутиковая линейка Спига. У них очень длинное название, не буду коверкать, ломать свой язык. Но это обалденный аромат про обилие цветов, про тягучий цветочный мед. И, конечно же, про сочное зеленое яблоко. Здесь чувствуется цитрус. Но вот это именно яблоко я слышу на себе в течение всей носки данного аромата. На мне он очень стойкий, на мне он шлейфовый. Делаю на этом акцент, потому что не на всех он почему-то стойкий. Но на мне и на одежде особенно, он держится пока ты не постираешь, пока ты не помоешься. И также в базе он больше начинает запудриваться. Здесь, по-моему, есть гелиотроп. Если вы хотите, чтобы вы зашли в помещение и все на вас также обратили внимание, то обязательно попробуйте Спигу. Одна из самых, наверное, достойных собачек. Очень люблю их, вот эти вот собачки. Есть у меня две. Получается, Порто новое, это про миндаль. Кстати, у нас скоро с вами будет видео про миндаль и Спига. Однозначно рекомендую. Очень классный аромат. Вообще, опять же, повторюсь, не понимаю, почему не купила его раньше. Потому что просто какой-то, знаете, парфюмерный алмазик. Также аромат, который я очень люблю. Я вам уже много раз говорила, что я люблю Том Форд. Нуар Порфам классический, который сейчас сняли, стоит достаточно дорого. Купила себе Том Форд Нуар Экстрим. Вообще не жалею мужской аромат, но по мне это полноценный унисекс. У него очень красивая, большая такая пирамида. Для меня это аромат не такого сладкого, не такого, наверное, шоколадного, пьяного бисквита, как в женской классической версии. Но тоже я здесь ощущаю вот эту вот алкогольность. Немножко такие шоколадные оттенки. Здесь есть кульфи. Очень шлейфовый, очень красивый, сладкий аромат, который постоянно хочется вдыхать. Аромат, за которым хочется идти за шлейфом, на ком нанесен этот аромат, хочется идти. Поэтому я, конечно же, вам рекомендую, если сомневались, если также любите, как я, Том Форд Нуар Порфам. Но, как бы, извините, стоит она сейчас вообще просто какой-то кошмар. Беспредел, считаю, то обязательно обратите свое внимание на версию Экстрим. Мне она очень понравилась, ношу с удовольствием и на повседневку. И считаю, что на праздник тоже спокойно можно надеть этот аромат. Потому что он настолько приятный, он настолько атмосферный. Такой, знаете, потяжелее уже. Это опять ИНИТИО. Аромат, который я очень сильно люблю. Психоделеклав. Это аромат томный. Томный аромат, наверное, для приглушенного света, для свечей. То есть, я его вижу, наверное, в таком дорогом ресторане, когда вы в вечернем в черном платье с красной помадой. Ну, плюс-минус, как сейчас я, только я не в платье. Он и пудровый, и немножко с когтями. Потому что здесь есть и ланг-аланг, который очень хорошо ощущается в аромате. Он стойкий, он достаточно шлейфовый, он плотный. Если вам сложно ходить с данным ароматом, то я настоятельно рекомендую наносить его на зону крыльев. Чтобы аромат окутывал вас в кокон, и вы слышали не его напор, а его отголоски. Тогда он раскрывается более мягко. Но я его люблю, поэтому регулярно на себя его наношу. Единственное, что долго не могу с ним ходить, потому что он такой характерный, он яркий. Но для меня это тоже аромат из категории секси. Поэтому обязательно его попробуйте. Я думаю, он понравится. Если любите плотные, такие насыщенные, густые, я бы даже сказала, ароматы. Итак, друзья, на этом я буду с вами прощаться. Огромнейшее вам спасибо за внимание. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Обязательно пишите свои ароматы новогодней ночи. Какими вы думаете, какие у вас идут приоритеты. Если у вас, конечно же, был уже корпоратив, то напишите, что вы надели на себя на корпоратив. Я думаю, это также зрителям поможет сделать выбор, обратить внимание на тот или иной аромат. На этом я буду с вами прощаться. Огромнейшее вам спасибо за внимание. Я вас всех обнимаю. Целую. Пока-пока. До новых встреч.